Здравствуйте, я Радченко Татьяна Ильинична, студент первого курса факультета фундаментальной медицины МГУ. Тема моего сегодняшнего доклада «Интерпретируемость искусственного интеллекта». Человек есть самое совершенное создание. Он способен мыслить, строить логические цепочки, находить неочевидную на первый взгляд зависимость и распознавать вариации действительности. Однако он может ошибаться и давать сбои. Несмотря на всю сложность устройства нашего сознания, мы можем предугадать вид ошибки, определить вероятность ее появления. Мы точно можем сказать, как в той или иной ситуации поступил бы тот или иной человек. Просто проанализировать его личность. Из этого можно сделать вывод, что человек – интерпретируемая модель. Однако что такое интерпретируемость? Само понятие интерпретируемость – это свойство модели, которое показывает, что структура данной модели может объяснить человек. При этом структура модели не противоречит данным, на которых данная модель построена. А также она сохраняет некоторые свойства предоставленных данных. То же самое происходит и в классическом программировании. Человек самостоятельно полностью создает и описывает логику программы. Она действует по его закону, из чего следует, что она предсказуема. Если появляется ошибка, мы можем ее выявить, просто разобравшись с сутью вопроса. Однако современные методы машинного обучения, являющиеся основой современного искусственного интеллекта, неинтерпретируемы. К таким мы можем отнести следующие методы программирования. Модульный сборочный, структурный, объектно-ориентированный, моделирование в UML, компонентный, аспектно-ориентированный и другие. Рассмотрим такую ситуацию. Допустим, мы будем определять людей программой по количеству ног. Тогда в случае интерпретированного программирования, как на первой картинке, если человек будет стоять на двух ногах, искусственный интеллект распознает его как человек. Однако, если человек будет в положении в четвереньках, как на второй картинке, то программа не увидит в нем человека и фактически даст сбой. Однако, если исходные данные будут такие же, но объект будет уже исследоваться программой, созданной неинтерпретированным методом машинного обучения, мы не сможем точно сказать, распознает ли она человека в необычном положении. Даже если наша обученная модель искусственного интеллекта имеет точность в тестовых испытаниях 100%, мы не можем предугадать, какой результат она выдаст в нестандартной ситуации. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Допустим, мы будем определять животных на скрытых камерах в лесу по четкости фона фотографии. В случае интерпретированного программирования, если фон размыт, то на кадре животные. Однако, мимо камеры пролетит листочек, и она, сфокусировавшись на нем, сделает фон размытым. И тогда искусственный интеллект также отметит этот лист, как животное. И опять мы получаем ошибку. Исходные данные такие же, как и в предыдущей части эксперимента. Но теперь мы исследуем эти же фотографии программой, созданной неинтерпретированным методом машинного обучения. Тогда мы заметим, что в случае с появившимся листком, мы не сможем предугадать результат идентифицирования предмета на фото. Несмотря на то, что модель искусственного интеллекта имеет идеальные стелировочные результаты. Из этого получается, что наш искусственный интеллект – это black box. Мы не знаем, как и почему она принимает те или иные решения и делает какие-то выводы. Мы видим только результат проведенных операций. Спасибо за внимание. Доклад окончен.